Доброе утро, уважаемые коллеги. Я продолжу разговор о таргетной терапии уже в комбинированном режиме. И хотел бы начать также с вот этого слайда, который показывает, что в принципе большой прогресс в лечении меланома был достигнут во многом благодаря тому, что мы научились использовать комбинацию различных методов терапии. И если говорить о старых наших представлениях, в 2000-х у нас ничего кроме химиотерапии и иммунотерапии не было. И сейчас ландшафт нашего выбора сильно изменился. Мы знаем, что есть ингибиторы мапки НАЗА. У нас есть различные ингибиторы иммунологических контрольных точек или ингибиторы иммунологического синапса, как мы их любим называть. Вопрос встает, где здесь место химиотерапии и различных цитокинов. Но, тем не менее, основной наш выбор при, естественно, наличии доступа к препарату это ингибиторы тирозинки НАЗА или иммунотерапия. Итак, почему мы говорим про ингибиторы тирозинки НАЗА? Если говорить о механизмах резистентности к BRAF-ингибиторам, когда они проводились в монотерапии, то мы видим, что у большого количества пациентов механизм резистентности заключается в изменении самого сигнального пути. Это либо амплипификация BRAF, сплайс-варианты, мутации в других генах этого же сигнального пути. И таким образом получается, что очень большое количество мутаций происходит именно до белкомек. Таким образом, блокируя вот эту мишень, мы можем до какой-то степени предотвратить эту резистентность. И 79% случаев резистентность происходит именно выше белкомек. Таким образом, получается, что это является очень хорошей мишенью для лечения и для улучшения результатов нашего лекарственного воздействия. Что мы имеем в арсенале? У нас есть два BRAF-ингибитора, которые зарегистрированы в стране, веморфинип и доброфинип. У нас есть два МЕК-ингибитора, КОБИМИТИНИП и ТРАМИТИНИП. В принципе, комбинированную терапию между ними исследовались, как указано по стрелочкам. Других исследований, где бы исследовался, например, веморфинип и ТРАМИТИНИП, к сожалению, не было сделано. Может быть, они будут сделаны в последующем. Но, тем не менее, результаты получились весьма схожие. Итак, когда мы выбираем терапию, нас беспокоят четыре основных вопроса. Это безопасность, эффективность, что делать, вечный вопрос, начинать с иммунотерапии или с ингибиторов мапкиназа и в какой последовательности применять эти методы. Что касается токсичности, то здесь оказалась в комбинированной терапии необычная ситуация. Мы ожидаем, что если у нас есть один препарат, у него есть одна токсичность. Если у нас есть два препарата, токсичности, как правило, складываются или увеличиваются. Здесь получилась не совсем такая ситуация. Если посмотреть на необычные нежелательные явления, такие как развитие вторых опухолей, то комбинированная терапия обладает гораздо меньшей токсичностью. То же самое касается кожных нежелательных явлений. Однако вполне традиционно диарея, перексия, например, при комбинации доброфиниб с триментенибом увеличиваются. Гипергликемия также чаще встречается. Очень похожая ситуация складывается при комбинации веморофиниб с кобиометенибом. Опять мы видим в дерматологических осложнениях уменьшение количества осложнений, в остальных некоторый рост количества осложнений. Ну и немаловажный вопрос – это качество жизни пациентов. Мы знаем, что нежелательные явления влияют на качество жизни в плане его понижения, а эффект терапии влияет на качество жизни в плане его повышения. И качество жизни вместе с продолжительностью жизни является той истинной конечной точкой, для чего мы лечим. Мы лечим пациентов, чтобы они жили долго и счастливо. И параметр счастья оценивается как раз помощью качества жизни. Что получается? Пациенты, которые получали доброфиниб с триментенибом, у них качество жизни улучшалось, при монотерапии качество жизни ухудшалось. Необходимо отметить, что к этому исследованию надо относиться несколько осторожно, потому что здесь это было исследование не слепое. Пациенты знали, что они получают, и несколько расстраивались, если они попадали не на группу комбинации. Другая немножко ситуация мы видим в исследовании комби-Д, где исследование было слепое. Здесь уже не такое большое различие в качестве жизни, но тем не менее все равно комбинированная терапия обладают лучшим пациентам, получавшим комбинированную терапию, характеризовались лучшим качеством жизни в процессе лечения и даже лучшим качеством жизни во время прогрессирования процесса. Что касается частоты нежелательных явлений, и наш опыт, и опыт клинических исследований показывает, что наибольший риск нежелательных явлений наблюдается в первые недели и месяцы приема терапии. Потом риск нежелательных явлений, причем здесь при комбинации доброфениба и траметиниба, они разложены по видам. Мы видим, что у всех в первые 6 месяцев достаточно высокая частота, а потом эта частота уменьшается. Более подробно нежелательные явления были оценены при комбинации вемрофениба и кометиниба. Тоже мы видим достаточно высокий пик, и большую частоту на комбинации, чем на монотерапии. Но потом это все уравнивается. Люди лучше переносят эти препараты, при длительном применении таких сложностей не возникает. Эффективность. Надо сказать, что ингибиторы BRAF характеризуются очень быстрым развитием ответа. Комбинированная терапия еще более усиливает этот ответ. Мы видим вот такой быстрый, метаболически активный ответ, причем он может развиться. Здесь показано через 2 недели, но есть исследование, где показано, что он уже начинает развиваться через 24 часа от начала терапии. И вот это уменьшение уровня метаболизма опухоли и обеспечивает уменьшение симптома забавления. Хотя вы видите, регресс опухоли может еще не начаться. Что касается выживаемости. Действительно, сочетание комбинированной терапии превосходит монотерапию BRAF-ингибитором. Здесь мы видим, что Тевенлар с мекенистом, коммерческие названия этих доброфениба и траметимниба, они обеспечивают время до 34-летнего выживания с 44% пациентов. То же самое, очень сходные результаты у этих же препаратов при сравнении с веморфенибом. Мы тоже видим значительное улучшение продолжительности жизни пациентов. Зильбараф с комбинированной терапией. Почти такие же цифры, медиану времени до прогрессирования, такие же хорошие показатели общей выживаемости. Двухлетняя общая выживаемость в данном случае оценена, поскольку препарат несколько позже вошел в клинические исследования, и она составляет 48%. И что немаловажно, вот здесь начинает формироваться плата, так же, как и на допривении без комбинированной терапии. Ну вот, если сравнить показатели выживаемости, мы видим, что всегда монотерапия брафингибитором работает хуже, чем два препарата сразу. И, в общем, уровень комбинации, уровень эффективности комбинации очень сходный – около 12 месяцев медиана времени до прогрессирования. Что касается непосредственной эффективности. Да, монотерапия, частота клинических эффектов растет, но не так значительно, как казалось бы. Но посмотрите, растет частота частичных регрессов и полных регрессов, а это те пациенты, у которых есть шанс достичь более длительного контроля над заболеванием. Если посмотреть в детали эффективности, то мы видим, что наибольший эффект комбинированной терапии оказывает у пациентов, у которых нормальный уровень ЛДГ. И есть некоторые различия по мутациям. Комбинированный наибольший размер эффекта наблюдается при мутациях В600Е и меньшая эффективность при мутациях В600К. И это, хотя при расспросе специалистов, которые занимались этими исследованиями, руководителями этими исследованиями, в ответе на вопрос, на самом деле ли существует разница. Они говорят, что, наверное, было просто недостаточно пациентов с мутацией В600К, недостаточная мощность группы, поэтому было не показано статистически значимое различие. Но, тем не менее, можно предположить, что размер эффекта несколько меньше при мутации В600К. Ну, вот примеры различий, которые уже показывала Светлана Анатольевна в монотерапии, то же самое происходит в комбинированной терапии. И на любой комбинации эти различия сохраняются. Пациенты, ну, в принципе, пациенты с низким или умеренно повышенным уровнем ЛДГ, они живут лучше, это известно, они живут лучше на любой терапии. Но, тем не менее, с учетом количества опухолевых очагов, с учетом уровня ЛДГ и общего состояния, можно построить вот такое дерево принятия решений и оценить, какие шансы у пациентов пережить 3 года. Посмотрите, если у пациента очень высокий уровень ЛДГ, шансы пережить 3 года даже на комбинированной терапии 7%. Если нормальный уровень ЛДГ, менее 3 метастазов, 70%, в 10 раз различие по эффективности терапии. Что касается самих мутаций, то отсутствие таких больших различий может быть отчасти объяснено тем, что размер эффекта при мутациях В600К в монотерапии намного выше, чем размер эффекта при мутациях В600Е. Это исследование БРИМ-3. Мы видим, что у вемура фениба различия здесь и здесь существенно отличаются между собой преимущества. А мы знаем, что мутации В600Е часто встречаются у лиц молодого возраста, где их 80-90%. Это наиболее трудоспособное население. Именно здесь может быть успешно применена комбинированная терапия. В отличие от пациентов, скажем так, пожилого возраста, где мутации В600К встречаются намного чаще. И у них может быть достигнут достаточно хороший эффект, в том числе и при использовании монотерапии. Это один из способов, который мы можем как-то индивидуализировать наши подходы к лечению. Всегда встает вопрос, меняется ли что-либо от изменения суммы, от перестановки мест слагаемых и от использования препаратов последовательно или параллельно. Вот я попытался суммировать результаты исследований. Если мы возьмем последовательную терапию БРАФ-ингибитором, потом МЕК-ингибитором, результат не очень впечатляющий – 7,3 месяца. На первой линии терапии МЕК-ингибитор не очень эффективен в монотерапии. Если мы возьмем последовательную терапию БРАФ и потом БРАФ в сочетании МЕК-ингибитором, то у нас результат получается в районе 12 месяцев. Но почти то же самое мы можем получить в комбинации, но даже при одних исследованиях, вот это вот исследование Каролины Робер, которое было опубликовано в 2015 году, это 11,4 месяца. Но при комбинациях других препаратов она может быть выше, я покажу это чуть позже. Вот посмотрите, эффективность терапии препаратов у пациентов, которые получали комбинированную терапию после монотерапии БРАФ-ингибитором, никакой разницы в медиане общей выживаемости. Другое дело, что если временное прогрессирование на БРАФ-ингиби достаточно длительное, более 6 месяцев, мы видим, что есть некоторые преимущества назначения комбинированной терапии. И вот у этой ограниченной группы пациентов, которые хорошо и долго отвечали на БРАФ-ингибиторы, имеет смысл, возможно, переключаться на комбинированную терапию в случае наличия прогрессирования заболевания. Ну вот, комбинированная терапия, сравнение пациентов, у которых прогрессировали на фоне лечения БРАФ-ингибитором, были переключены потом на комбинацию препаратов, и которые получали в первой линии. Вы видите, насколько разительные результаты. Это уже 13,8 месяцев. Мы говорили там, что это где-то в районе 12 месяцев медиана, суммарное времени до прогрессирования. Это, безусловно, гораздо лучший результат, и это основание для того, чтобы начинать комбинированную терапию раньше. Общая выживаемость. В три раза лучше продолжительность жизни при начале именно комбинированной терапии, а не последовательном назначении. Переключение с одной комбинации на другую. Опять-таки, переключались достаточно много пациентов в исследованиях с кроссовером. Это применение траметиниба и доброфениба. В среднем после 6 месяцев терапии, то есть относительно благоприятная группа пациентов, переключение на комбинированное лечение может увеличить эффективность лечения примерно у 60% больных. То есть у 33% из частичного ответа возникает полный ответ, из стабилизации заболевания у 40% переходит в частичный ответ. Таким образом, комбинированная терапия здесь показывает, даже при переключении показывает несколько лучший профиль эффективности. Ну и, безусловно, те препараты, о которых я рассказывал, это то, что у нас есть сейчас, то, что мы можем применять прямо сегодня. Однако в будущем, скорее всего, вопрос будет решаться несколько по-другому, потому что, вы видите, это список мишеней, которые могут комбинироваться для решения проблем резистентности к таргетной терапии. Большинство из этих препаратов, они либо уже применяются, либо они находятся на фазе клинических исследований. Таким образом, в перспективе у нас ждут и другие комбинации, скорее всего, другие возможности, и возможности в индивидуализации лечения. Вопрос выбора последовательности применения методов иммунотерапии или ингибиторов МАК. Ну, что характерно для иммунотерапии, о чем я буду говорить несколько позже, это возможность развития длительных ответов. Из-за этого мы предпочитаем часто иммунотерапию. Возможность позднего развития эффектов. То есть даже если сначала мы не получили эффект, мы потом можем ожидать эффект. Ну и быстрое прогрессирование на фоне ингибиторов, МАК-ингибиторов, которое не дает возможности при развитии резистентности иногда начать последующие линии терапии. Для иллюстрации этого примера хотелось бы привести случай пациентки, которая начала лечение довольно-таки стандартно для нашей страны. В 2012 году было иссечение меланомы кожи, Т4Б изначально. Очень быстро рецидив в акселярных лимфоузлах, акселярная лимфоденоктомия, дальнейшее прогрессирование метастаза в легких. Пациентке была назначена иммунотерапия, он оказался неэффективным, и пациентка потом стала получать терапию сначала вемброфенибом, потом переключилась на доброфениб. Что оказалось? Сначала вроде как отмечалось прогрессирование заболевания, появились новые очаги в легких и костях. Пациентка продолжила терапию доброфенибом. В марте 2015 года дальнейшее медленное прогрессирование процесса, в июне 2015 года развилась стабилизация процесса. То есть мы видим случай позднего эффекта на фоне терапии. Таргетной терапии, которая вроде бы не должна давать таких поздних эффектов, но тем не менее она дает. И что оказалось? Два исследователя посмотрели на то, как живут пациенты, у которых продолжали лечиться после прогрессирования заболевания. Вы видите, что в целом примерно пациенты, которые продолжали комбинированную терапию на фоне прогрессирования, живут в два раза дольше, чем пациенты, которые не продолжали такого лечения. Таким образом, отсроченные эффекты и торможение роста опухоли даже на фоне прогрессирования процесса на таргетной терапии возможно. Второй момент – длительность эффектов. Вы видите, на оба исследования – доброфениб с термитинибом, что по сравнению с доброфенибом, что по сравнению с вемброфенибом, мы видим хвосты на этих кривых, которые подходят к 2-3 годам наблюдения. Это дает шансы на развитие платы у этих пациентов. Те же самые хвосты мы видим при терапии вемброфенибом и кобиометинибом. Таким образом, участие пациентов в комбинированной терапии позволяет достичь длительного эффекта. Что касается начала, с чего начинать иммунотерапию или ингибиторе БРАФ. Первое исследование показало, что изначально лучше назначать сначала иммунотерапию, а потом БРАФ-ингибитор. Это было исследование Аккермана, отмуглеванное в 2014 году. И оказалось, что если иммунотерапия используется сначала, то медианное время недопрогрессирования 6,7 месяцев, общая выживаемость 19 месяцев по сравнению с 13 месяцами в обратной последовательности. Однако надо отметить, что здесь было очень мало современной иммунотерапии. Иплеумаб 10 пациентов всего, антипедиодин 1 пациент. В основном это были высокие дозы интерлекина-2. Результаты этого же исследования мы видим, когда иммунотерапия идет в начале, то несколько лучшие результаты и времени допрогрессирования, и самое главное, что общей выживаемости. Однако посмотрим, что получается, если пациенты изначально получали терапию брафингибиторами. Результаты уже другого исследования. Мы видим, что эплеумаб в целом оказался не очень эффективным после проведения терапии брафингибиторами. Но, однако, клинические примеры показывают, что это опять-таки не всегда так. Это тот случай пациента, который уже начала демонстрировать Светлана Анатольевна. Пациент болел достаточно давно у нас. Он у нас получил очень большое количество различных вариантов терапии. Он получал иммунотерапию, химиотерапию в различных комбинациях, метрономную терапию. И достиг достаточно хорошего эффекта на веморофенибе, но, однако, запрогрессировал через два года. Вместе с тем, следует отметить, что у пациента развилась витилига. Это как проявление иммунологического эффекта таргетной терапии, о котором тоже надо помнить. И мы смогли включить пациентов в исследование эплеумаба. И на эплеумабе, несмотря на то, что он получал веморофениб до начала лечения, у него развился частичный регресс. Да, он был не таким продолжительным, как мы хотели, но он развивался два раза. И, в общем, пациент на фоне иммунотерапии с 2013 года по 2016 год продержался. Другой момент. Исследование КИНОТ-002. Пациенты в этом исследовании получали пембролизумаб, но была группа пациентов, которые получали его при наличии BRAF-мутации, и некоторые из них получали BRAF-ингибиторы. Как мы видим, эффективность терапии все равно достаточная у иммунотерапии даже после прогрессирования на BRAF-ингибиторах. Ну и кроме того, следует сказать, что BRAF-ингибиторы сами по себе способствуют эффективности иммунотерапии. Здесь вот показаны картинки, на которых я остановлюсь на следующем еще докладе чуть подробнее. Увеличение инфильтрации Т-клетками опухолевой ткани на фоне терапии веморофениба в данном случае. Итак, что нас ждет в будущем? Безусловно, нам надо понимать, как мы можем комбинировать эти средства. И на сегодняшний день идут исследования пилиумаба, доброфениба, различных комбинаций доброфениба и трометиниба с пилиумабом, неволюмабом, пембролизумабом. И, вероятно, такая комбинированная терапия может быть еще более эффективна, но доступность ее сейчас вызывает некоторые сомнения. Таким образом, если подводить итог к этому сообщению, то комбинация брафи-мейкингибиторов достаточно безопасна в применении. Побочные эффекты знакомы и управляемы. Она высокоэффективна, характеризуется высокой скоростью наступления эффекта с отличительным увеличением времени до прогрессирования общей выживаемости и возможностью достижения длительных эффектов. И эта комбинация является перспективным компонентом комплексного подхода в лечении онкологических пациентов, конкретно с меланомой. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Викторович. Пожалуйста, вопросы кому угодно. Да, Слава Анатольевна, да. Алексей Викторович, спасибо большое за интересное сообщение. И я хотела бы задать вам вопрос, нацеливая ее на аудиторию. Скорее всего, что возникнут эти вопросы. Все-таки что лучше использовать? Больной уже получает монотерапию. И возникают разные моменты. Плюс еще парамедицинские. Больного прогрессирования процесса. Стоит ли добавлять мекоингибитор к монотерапии, либо начать что-то другое? Наверняка, я думаю, что эти чисто практические моменты возникнут у наших коллег. Практический вопрос, поскольку у нас жизнь сложнее, чем клинические исследования, то в практической жизни очень часто пациенты у нас получают брафингибиторы не совсем согласно рекомендациям. То есть, либо имеет место какие-то перерывы в лечении, либо имеет место применение достаточно низких доз препаратов. С учетом возможности обеспечения, тут надо смотреть достаточно индивидуально. Если у нас был хороший эффект на терапии, выраженный эффект на терапии, он держался достаточно длительно, как вы видели в исследованиях, можно получить клиническую пользу существенную при эффекте монотерапии брафингибиторами более 6 месяцев. Скорее всего, имеет смысл переходить на комбинированную терапию. Опять-таки, у нас есть некоторые примеры, когда пациенты по парамедицинским соображениям получали ограниченный курс терапии брафингибиторами, потом у них длительно сохранялся эффект с последующим прогрессированием процесса. Однако, повторное возобновление даже монотерапии в таком случае, опять-таки, оказалось эффективным. Что касается пациентов, которые достаточно быстро запрогрессировали на терапии, в пределах первых 2-3-4 месяцев, скорее всего, этот подход у них просто не работает. У них, возможно, есть первичная резистентность к терапии или работают какие-то дополнительные сигнальные пути. И я думаю, что у таких пациентов добавление смены брафингибитора или добавление брафингибитора и метингибитора не приведет к той ожидаемой пользы. И при возможности обеспечения пациента препаратами другого совершенно направления действия, то есть иммунотерапии, целесообразно более раннее переключение его именно на эти препараты. Спасибо. Спасибо. И, да, Павел Иванович. У меня вопрос в своих слайдах пока. Спасибо за доклад, во-первых. И вопрос с сомнением. Вы показали, что пембролизумап не зарегистрирован в России. Да, не зарегистрирован в России. А я рецепт выписывал. Вопрос к вам. Вопрос к вам. У нас зарегистрирован только эпилемумап в Российской Федерации. Но это там ошибка. А тогда сразу расскажите аудитории насчет широкого доступа. Это как-то может быть соприкасается этот вопрос? На сегодняшний день, к сожалению, по поводу пембролизумапа широкого доступа в Россию не дали вообще. По каким-то соображениям компании-производителя. Программы по Ниволюмапу шли, но в большинстве случаев они либо завершен набор, либо набор крайне ограничен в отдельных центрах, особенно в центрах, которые имели расширенный доступ к эпилемумапу. Эпилемумап зарегистрирован в мае этого года. И, насколько я знаю, в сентябре он появился доступен. Его можно пойти в аптеку и купить, или, по крайней мере, заказать. Относительно пембролизумапа и неволюмапа, они поданы в регистрацию. Их регистрация ожидается в конце года, если все будет хорошо. Потому что эпилемапа эта регистрация также ожидалась в конце многих лет. И случилось только сейчас. – Спасибо большое за Ваше сообщение. Немножко, может, такой наивный вопрос. Все время граница повышенного уровня ЛДГ всего двукратное повышение. Вас не смущает это? Не в тысячу раз, не в десять тысяч раз, а именно всего в два раза, и уже такое значительное ухудшение прогноза. – Ну, здесь, как бы, двукратная даже, это немножко оптимистичная граница, потому что в некоторых исследованиях смотрят просто выше верхней границы нормы или не выше верхней границы нормы. Мне кажется, это в большей степени сделано для удобства интерпретации ЛДГ. Понятное дело, что чем выше ЛДГ, тем хуже ожидаемая эффективность. То есть этот показатель имеет какую-то накопительную функцию, но она не линейная. То есть, скажем, прогноз пациента ухудшается непропорционально увеличению ЛДГ. Плюс необходимо отметить, что сейчас идут исследования по поводу ЛДГ, что, скорее всего, здесь тоже неоднородная группа пациентов, и эта группа состоит из двух частей. Одна часть – это пациенты, у которых уровень ЛДГ отражает генетические особенности самой меланомы и особенности метаболизма. И вот эта группа наиболее негативного прогноза. Другая группа, где уровень ЛДГ не отражает таких генетических особенностей меланомы. Какую фракцию ЛДГ мерить, еще остается непонятным, потому что там тоже есть различные фракции, как выделить эту группу. Но, тем не менее, такие мысли есть, и работы в этом направлении ведутся. Результаты пока не озвучиваются, но озвучивается, что такой подход может быть использован. И тогда, возможно, из группы пациентов с высоким уровнем ЛДГ удается выделить ту группу, у которых этот высокий уровень не отражается на плохом прогнозе. Уменяющий вопрос, Алексей, все-таки вопрос, который хотел задать Светлана Анатольевна, задам вам. Скажите, пожалуйста, вот очень хорошее сообщение, спасибо. Спасибо. Пациенты, которые излечились 28 месяцев, 32 месяца, куда они дальше деваются? Они обратно возвращаются в то место в социуме или они за рамки? Нет, они возвращаются, они работают. В принципе, пациенты, получающие комбинированную терапию, как правило, работают, потому что очень часто это как раз молодые пациенты активные, у которых из-за работы иногда и времени на прием-то прийти нет. Поэтому, как правило, люди остаются полностью работоспособными, в общем, сильно не отличаются, конечно, если нет цепи, сильно не отличаются от окружающих. Спасибо. Дальше комментировать я не буду отказывать. Спасибо. Я можно еще спрошу? Алексей Викторович, еще я хотела бы, чтобы Вы еще прокомментировали такие данные. Применение в первой линии либо иммунотерапии, либо таргетной терапии. При бурном прогрессировании процесса, чтобы все-таки предпочтительно, чтобы Вы объяснили аудитории, чтобы не было все-таки, наверное, каких-то радужных впечатлений, быстрого, не ожидали доктора быстрого ответа от иммунотерапии. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, в принципе, это немножко лекция следующего, тема следующего доклада. Но что я хочу сказать, что иммунотерапия, она характеризуется медленным развитием эффекта, потому что надо, чтобы запустились иммунные механизмы, они многостадийны, они требуют времени. Таргетная терапия ингибиторами тирозин-кинас, она характеризуется наиболее выраженным эффектом в профилактике именно раннего и быстрого прогрессирования. Если мы посмотрим на кривую выживаемости и времени до прогрессирования, например, на вему-рефенибе, видно, что наибольшая разница расхождения в этих кривых наблюдается именно в части пациентов на первых двух-трех месяцах лечения. Дальше эти кривые начинают потихонечку-потихонечку сходиться и уже в конечном счете очень сильно сближаются. Таким образом, таргетная терапия – это средство пожаротушения, когда очень быстро идет развитие процесса, иммунотерапия просто не успеет реализовать свой эффект. Таргетная терапия может дать время на реализацию этого эффекта. То есть мы можем назначить препараты, мы можем получить быстрый, молниеносный, моментальный эффект, значительно улучшить состояние пациента и получить время уже на дальнейшее его лечение. Вопрос в том, переходить после достижения такого эффекта сразу на иммунотерапию или нет, до сих пор не решен. Это предмет изучения на сегодняшний день. Но для быстро прогрессирующих пациентов при наличии BRAV-мутации приоритетом является комбинированная терапия.